Друзья, здравствуйте! С детства многих из нас обучают, как находить пульс, чтобы узнавать ритм и частоту биения нашего сердца. Но немногих обучают, как работать с сердцем, чтобы узнавать те кнопки, которые на нем есть, и как с ним взаимодействовать, как его понимать, как его слышать и как ему отвечать. Поэтому мы продолжаем нашу тему пульта управления нашим сердцем. Друзья, здравствуйте! Давайте вспомним, что было в прошлых сериях у нас, в прошлых встречах. У нашего сердца есть четыре кнопки. Три из них мы уже изучили. Давайте вспомним, какие это кнопки. Первая кнопка для того, чтобы регулировать наше сердце, называется... Вера. Отлично! Вера или наши убеждения. Вторая кнопка... Фокус, внимание. Отлично! Фокусировка, внимание. И, наконец, третья кнопка, о которой мы сегодня еще раз будем говорить... Ну, наши слова, язык. Да, исповедание. То, что мы проговариваем. То, что мы произносим нашими устами. Представьте, у вас появилась потрясающая возможность написать создателю письмо с вопросом или с просьбой. Создатель обещает на ваше письмо ответить в течение суток. Но с одним условием, что ваше письмо должно быть опубликовано и выставлено на всеобщее обозрение. И теперь вопрос. Что бы вы написали создателю, зная такое условие? Что другие тоже будут читать? Пожалуйста. Я бы спросила, когда конец света будет и как вообще к нему готовиться? Нет, ну, и я бы узнала, да? И люди, которые прочитали какое-то издательство, газету или журнал, где это опубликуется. Отлично. Когда конец света. Хороший вопрос. Ну, ключевой, да. Как к нему готовиться? Спасибо, Лена. Пожалуйста, друзья. Еще тот вопрос, который вы готовы и задать, и готовы его предоставить общественности. Где сейчас ковчег завета и ноя в ковчег? Серьезный вопрос. Спасибо, Сереж. Еще, если у кого-то есть вопросы. Кто знает, может быть, проговорив сейчас вопрос, вы таки в течение суток получите от него ответ. Поэтому дерзайте. А почему обязательно должен быть вопрос? Это может быть фраза, это может быть все, что угодно. Я бы написал письмо с целью, ну, не знаю, договориться о встрече с Богом, например. Ну, или пригласить его в свой дом, или что-то наподобие. Почему обязательно должен быть вопрос? Отлично. Общение с Богом – это не только вопросы, как бы. Да. Письмо с приглашением на свидание. Напроситься на аудиенцию. Но ты же понимаешь, что все придут на это свидание. Кстати, да. Это опубликуется. Это здорово. Ну, это здорово, кстати, когда куча людей прийдут на встречу с Богом. Я так соберу собственную церковь. Спасибо. Я бы спросила, как быть сейчас христианином в наше время без фанатизма и формализма? Актуально. Да. Спасибо, друзья, за ваши мысли, которыми вы поделились. А теперь. В Священном Писании у нас есть одно открытое письмо. На самом деле их там много. Но мы на одно внимание сегодня особенно обратим. Человек, написавший это письмо, это царь Давид, о котором мы вспоминали уже неоднократно. И вопрос, который очень сильно интересовал царя Давида. Вопрос, который он задал Создателю и на который он получил ответ. Давайте посмотрим. Псалом 14. И мы с вами будем читать стих 1, 2 и 5. Пожалуйста. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто серебра своего? Не отдает рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Спасибо. Если вы заметили, друзья, интересно написано здесь. Главный вопрос, который волнует Давида очень сильно. Кто может пребывать в жилище Твоем? То есть, кто может, Господи, быть вместе с Тобою? И кто может обитать в Твоем присутствии? Главный вопрос. И потом ему приходит ответ, которым, собственно, он и делится, который Давид публикует. И посмотрите, с чего все начинается. Кто ходит непорочно, делает правду. Вроде бы понятно. А дальше, кто говорит истину в сердце своем? Говорит истину в сердце своем. И тут сразу есть два ключика наши. Слово «сердце» и слово «говорить». И получается, что фактически на третьем месте в этом рейтинге что должно быть у человека, способного обитать в присутствии Бога, на третьем месте в этом рейтинге идет способность что-то правильно говорить в своем сердце. И это очень сильно перекликается с тем, о чем мы с вами в Прошас говорили, что третья кнопочка к управлению сердцем – это слова, которые мы говорим. Как внутри себя, так и то, что мы проглашаем вслух. Помните, мы с вами вспоминали на прошлых встречах, что такое истина? Это слово является синонимом слову «реальность». Говорить истину в сердце своем, другими словами, говорить о реальности, о том, что на самом деле настоящее. Не просто о фантазии какой-то, а о том, что является реальностью с помощью Создателя. И давайте посмотрим следующий момент. Псалом 33, стих 12-13. Если кто готов прочитать. 33, стих 13-13. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить? И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Дальше. Так, дальше. Удерживай язык свой от зла и устасывай от коварных слов. Спасибо. Внимание обратите. Вопрос задается. Хочет ли человек жить? Эй, капитан очевидность. Все хотят жить. Это же понятно. Любит ли долгоденствие? Ну, то же самое. Все хотят жить долго и счастливо. Чтобы видеть благо, чтобы видеть счастье. Не просто быть счастливым, а видеть счастье. И какой ответ? Что для этого нужно? Ну, удерживай язык от зла. Удерживай язык свой от зла. И устасывай от коварных слов. Опять заметьте, что тема жизни человека, долгоденствия и счастья опять напрямую связана с языком. Только тут уже не просто с тем, что человек говорит, а с тем, что человек не говорит. Удерживай язык свой. И когда мы говорим о важности регулировки сердца с помощью кнопки под названием «язык», важно не просто что-то говорить, а важно еще уметь что-то не говорить. Уметь молчать и уметь вовремя правильно использовать ключ, замыкающий уста. Может быть, вы слышали, чтобы кто-то из ваших знакомых говорил, мне кажется, меня сглазили. Может, к батюшке сходить, чтобы глаз он снял или порчу снял, чтобы помолился, может быть, еще к кому-то. У кого-то было подобное? Чтобы у вас спрашивали, мне кажется, меня сглазили, что мне делать? Ну, это было, но это больше по приколу. Типа, где-нибудь в колледже поставили двоек в полгруппе. Ну вот и все. Бабка нагадала. Бабка нагадала. Мне кажется, что меня сглазили. Говорит, человек сам вот так вот делает, да? У меня было такое в детстве. Но только это касалось меня. И мне мама говорила, кажется, тебя сглазили. Я просто заикалась в детстве. И мама волновалась, что это просто кто-то своим нехорошим взглядом. Да, спасибо. Смотрите, друзья. Действительно, кто-то не верит в сглаз. Кто-то к этому очень серьезно относится. К сглазу, порче. А теперь представьте. А что, если есть какие-то слова, которыми человек не другому делает вред, а словами какими-то может причинить вред самому себе? Помните, мы что прочитали? Что удерживай язык свой от зла. Самое главное зло, которым может сделать человек, зло самому себе. И давайте посмотрим некоторые слова, которые очень распространены. Мы вспоминали с вами недавно. Следующее. Что будет, если вечером к тебе будут приходить воплощенные все слова и фразы, которые ты говорил на протяжении дня? А теперь давайте представим. А что если? Ведь всякое слово – это не просто оболочка, это еще и некая начинка. Интересно, что в древнееврейском языке, на котором писалась Библия, есть как минимум два термина для обозначения идеи слова. Первый термин – это «добар». Что интересно? Что слово «добар» имеет три значения. Это слово, это дело и это вещь. И получается, одно и то же слово «добар» означает весь процесс от проговаривания до воплощения чего-то. Тем самым Библия показывает некую неразрывную связь между тем, что мы говорим, и тем конечным продуктом, который получается. Второе слово, точнее второй термин – это слово «мила». Слово «мила» или же «слово», оно происходит от глагола «мале», что означает «наполнять». И тут главная идея такая, что всякое слово имеет как пирожок свою начинку. Какой-то пирожок с изюмом, какой-то пирожок с картошкой. Каждое слово имеет свою начинку. И важно понять, что за начинка в слове, то есть какой потенциал есть у этого слова, и что будет, если потенциал полностью раскроется. Как это слово может воплотиться? А теперь давайте посмотрим нечто. Это называется «осторожно, опасные слова». Вирус самопроклятия. Кто-то говорит так. «Мне лучше вслух ничего не проговаривать, потому что как только я что-то скажу, это обязательно не сбудется». Например, «я хочу поехать отдохнуть куда-то далеко-далеко». Ну, в хорошее место далеко-далеко. «Опс, сказал человек, со всеми поделился, я еду отдыхать, и потом не получилось». Или «О, с этим предметом у меня в универе проблем не будет, я его сдам на отлично». Сказал человек и завалил. И потом такой «Да лучше я буду молчать». Но то так, это суеверие. Давайте посмотрим некоторые слова, которые сегодня люди произносят очень часто, но мы попробуем понять их значение. Итак, поехали. Первая фраза. С ума может сойти. Давайте представим, что произойдет с человеком. Мы делаем некий виртуальный образ человека, вот здесь вот, стоящего справа от стола, и назовем его Герасим. Вот стоит вот такой симпатичный Герасим, весь из себя резко виртуальный, и он начинает проговаривать в общении с нами следующие фразы. И мы начинаем видеть, что это с ним происходит. Давайте представлять. Вот он Герасим, и поехали. Деля с чем-то, он говорит, с ума можно сойти. И вдруг мы видим, что у Герасима что-то поехало. Мы так насторожились, он говорит следующее. Ничего себе. И что значит «ничего себе»? Буквально «ничего себе». Вот все, что у него было, оно пропадает, потому что себе ничего. Мало того, что у Герасима что-то поехало, он еще и оказался абсолютно без всего. Следующее. Я этого не вынесу. То есть ноша, которая на мне, она слишком тяжка. И от этих слов Герасим просто падает, потому что стоять больше не в силах. Более того, он начинает говорить. Деля с каким-то переживанием, уже лежа там, да, меня от этого тошнит. И мы такие «ааа, тазик в студию для Герасима». Чувствуете, да, Герасим вообще такой весь на позитиве. Потом говорит «глаза мои не видели». Опс, Герасим ослеп. Многие не несут. Герасим встать не может. Рука не поднимается. Бэм, Герасим пролизованный. Я поражен. У Герасима приступ сердца. И потом, понимая, что ему реально тяжело, он просто нон-стоп произносит следующие фразы. «Жить невозможно. Это меня убивает. Я испуган до смерти. Умереть можно». Умереть и не жить. Все. Что прошло с Герасимом, оставим за кадром. Но можно этому поулыбаться. Но если человек создан по образу и подобию создателя, а одна из способностей создателя – творить мир словом, то действительно, что будет, если, не дай Бог, вот эти все слова будут конвертироваться в реальность? Еще разок. Помните вопрос, который волновал Давида? Кто может обитать в присутствии Бога? Человек, который говорит истину в сердце своем. И что, если включить антивирусную программу, выявляющую и зачищающую нас от слов-паразитов, которые мы произносим, которые, возможно, являются одной из причин, мешающей нам жить и сдерживающей развитие нашей и нашего сердца? Друзья, ваша реакция? Можно сказать, да, это все сказки. А вот, допустим, вот я поражен, и я с ума сойти. Это же больше употребляется в таком хорошем контексте, не? Так, я чуть не умер от счастья, сказал человек. Да. Ну, какие проблемы? Ну, а зачем от счастья умирать? От счастья надо жить. Вы понимаете? Да, Сережа, абсолютно верно, что очень часто сами слова, которые говорятся, они говорятся в положительном контексте. Но начинка слова... Человек может яд принять с улыбкой, но от этого яд не станет менее ядовитым. То есть вы хотите сказать, что когда мы используем слова, так сказать, обликая их в позитивный дух, то мы тем самым обманываем свое сознание. На подсознание записывается негатив, а сознанию мы предлагаем улыбнуться. Да. С одной стороны, да. Похоже на какой-то вирус, и так система чуть-чуть лагать начинает, получается. И мы этого порой ведь, значит, не замечаем. Аня, совершенно верно подмечено. Более того, человек считает это нормой. И когда об этих вещах говоришь, то человек говорит, эй, ты слишком фанатичный, не нужно так серьезно к словам относиться. Но ведь со слова начинается жизнь. Мы забываем об огромнейшем потенциале слова. И помните, мы вспоминали, что слово «доброе» похоже на семя злаков, пшеничца, рожь. А слово «негативное» похоже на семя сорняка. Сорняку, чтобы прорасти, не нужно ничего. Просто пусть оно в землю будет брошено, и все. То же самое слово «негативное», которое проговариваешь, оно расти начинает. Человек сам того не понимает. Если бы мы могли видеть со стороны свою жизнь и причины разных ситуаций, то мы были бы поражены, сколь много ситуаций в нашей жизни произошли, потому что они были сформулированы нашим языком и запущены на околоземную орбиту нашей жизни тем, что мы проговорили, тем, что мы исповедовали. Сложный вопрос. Непростой вопрос. Кстати, давайте попробуем поискать альтернативу. Но ведь хочется порой выразиться как-то ярко. Я помню, когда у меня дети учили в школе, и когда приходили из школы, и оценки были не самые лучшие, то говорили, сегодня был просто провал. Провал? Ну, давайте искать, что можно. Альтернатива провалу. Может быть, не провал, может быть, однажды я взлечу, однажды я поднимусь. Давайте попробуем поискать альтернативу. Ну, ведь хочется порой эмоцию выразить, но не может же наша речь быть слишком пресной, говорить всё слишком правильно, так высокопарно, красиво. Ибо... Ибо... Да. Пожалуйста. А можно ли заменить, к примеру, слова, которых смысл мы понимаем, но, к примеру, используем уже с положительным контекстом, вот, а заменить словами, смысл которых мы даже не понимаем, то есть это, ну, современные слова, новые, к примеру, трэш или что-то ещё. Вау! Для нас никакого негативного значения это слово не несёт, но эмоцию мы выражаем. Про это ли вы говорите? Смотрите, друзья. Если я до конца не понимаю значение слова, то мне его лучше не говорить. Потому что всякое слово, опять-таки, оно содержит в себе информацию. Всё начинается с информации. И даже если я проговариваю информацию, сам того не понимая... Давайте скажем пример. Утрирую ситуацию. Вы приехали в Албанию и поселились в отеле. И для того, что... Вы албанский не понимаете вообще ни разу. Кроме того, что фраза «Мир упавшим» – это «до свидания». И вам нужно ввести пароль, чтобы Wi-Fi им пользоваться. И вам на ресепшене сказали слово. Вот это албанское слово вы не знаете. Но когда вы его вводите, даже не понимая слова, вы «опс» и входите. Входите в интернет. Понимаете? То же самое далеко не всегда необходимо знать слово, чтобы активизировать его. Это с одной стороны. С другой. Наш-то вопрос был, помните, какой. Что неплохо было бы посмотреть, какие можно синонимы подбирать этим словам, чтобы речь не была постной, но тем не менее, чтобы мы могли эмоциями выражать что-то. И чтобы это нас не разрушало, а наоборот помогало нам формироваться и двигаться дальше. Вот когда человек чем-то просто, скажем, происходит какое-то экстра событие, и обычно он говорил, «С ума сойти можно!» А что теперь? Ну, сложно поймать себя на этом моменте, что ты что-то не так сказал. Согласен. И нам нужно будет подумать, как поставить фильтр, с помощью которого отлавливать вот эти слова. Ну, а чем же их заменять? Помню, когда он был маленький, то мне про это тоже рассказали, и мы тогда пробовали заменять слова гнева, там, к примеру, ромашка, двуанчик или ещё что-то, и порой это ещё больше злило и раздражало, потому что это не выражать их эмоций. Ну, говорить эти слова или не говорить, мне кажется, зависит, эмоциональный человек или нет. Вот, например, я человек эмоциональный, и когда что-то происходит, такое событие, я могу резко реагировать, говорить много каких-то слов. А если человек, допустим, довольно спокойный, более-менее уравновешенный, он может вообще промолчать просто. А я тут прочитал некоторые слова. Вот, например, слово «меня» тебя тошнит. Вот как его можно заменить? Ну, я имею в виду, его не обязательно употреблять, но если оно полностью отражает моё состояние. То есть ты сидишь, допустим, в школе, за партой с людьми, у тебя реально от них тошнит, они говорят о чём-то, и просто у тебя такое состояние, какого-то тебя сейчас вырвет. И как по-другому это можно заменить? Вот. Конечно, не обязательно это им говорить, я и не говорю, но ведь это отражает то, что у меня внутри. Вопрос. Хочешь ли ты, чтобы другие тебя услышали, или ты хочешь, чтобы в этом состоянии дальше оставаться? Понимаете, в чём фишка? Одно дело, когда мы проговариваем что-то, чтобы нас лучше поняли. Другое дело, что мы проговариваем для того, чтобы выразить своё состояние. Иногда мы что-то проговариваем, потому что мы неосознанно, или наоборот осознанно, хотим в этом состоянии остаться, и это состояние углубить. Ну вот я почему-то не верю, что как бы вот эти слова, они реально как-то так повлияют на тебя. Но если я скажу, меня тебя тошнит, ну не передавая то, что у меня, просто, да, но меня же не тошнит, ничего страшного в этом нет. Я не знаю, у меня ноги будут такие носить, я не буду, меня не парализует, я не знаю, жить невозможно, я не умру. Ну в чём проблема вообще? Давайте проговорим. Богдан, вопрос просто на 10 баллов. Классный вопрос. Часто человек делает следующим образом. И испугавшись такой информации, начинает ставить эксперимент. Он берёт, подставляет перед собой тазик, и так тихонечко, меня тошнит. И в тазик смотрит. Да ничего не происходит. Как бы к кому горло не поступает, всё нормально. Он такой, есть, не работает. Тазик убирает, и начинает говорить дальше. Но суть в чём? В том, что многие лекарства или яды имеют особенность под названием накопительный эффект. Даже немножечко чайную ложечку, и тебе ничего не будет. Ещё раз, немножечко чайную ложечку, тебе ничего не будет. Но потом это всё имеет эффект накапливаться. И однажды это может выстрелить. В самый неподходящий момент. И человек вдруг не понимает, почему вот это с ним произошло. Слова, они обладают способностью накапливаться. Потенциал слова накапливается. Редко действительно такое бывает, чтобы человек слово сказал, и оно сразу же на сто процентов в его жизни выстрелило. Но вот об этом очень важно помнить. Посмотрите. Мы с вами тоже смотрели, друзья, что слова в Библии уподобляются семенам. Каждое семя имеет свою скорость прорастания. Вы помните принцип роста бамбука? Потрясающая метафора из мира природы. Что бамбук, семя бамбука, оказавшись в почве, примерно пять лет находится в латентном стоянии. Человек, условно посеявший бамбук, он на протяжении пяти лет ждет, а почва пустая. Но какие-то процессы в почве происходят. Зато на шестой год происходит просто нереальный рост этого бамбука. То же самое многие семена, они имеют семена слова, они имеют латентную фазу в нашей жизни. Они накапливают силу для того, чтобы потом выстрелить очень мощно. И вот опять с примером роста бамбука, когда он там за год достигает высоты пяти-шести метров. Колоссальная скорость роста. Поэтому очень важно об этом эффекте накопительным помнить. Хорошо, пожалуйста. У нас, кстати, люди часто помнят об этом, но несознательно. Говоря, вот у меня полоса белая, полоса черная, полоса белая, они это говорят, потом они удивляются, почему началась полоса черная. Собственно, это можно, наверное... Да. С чего вдруг появилась черная полоса? Да, непонятно. Да, с чего вдруг? Накопительный эффект. Да. Он накопился. Опять-таки, вы понимаете, что можно и другое делать. Это никоим образом не значит, что этот человек будет говорить только, да, вокруг меня порхают бабочки, у меня хроническое лето. Это не факт, что так будет. Мы же говорим сейчас, вообще у нас как бы тема про самоконтроль, правильно? То есть, как мы будем себя контролировать. Если же мы можем сказать жить невозможно, но при этом я настраиваю себя на жизнь, получается, что это какой-то антидот к словам таким? Хороший вопрос. Почему не сказать следующее? Жить непросто, но мы будем прорываться. Эмоция была выражена, но сразу дан себе положительный настрой. Вы понимаете, слова, они как рельсы. Ты рельсы положил, потом по ним поезд поехал. Да, очень важно уметь правильно выражать свою эмоцию, потому что порой хорошо подобранное слово, оно помогает тебе. Особенно в русском языке, великому, могучему. Пожалуйста. Получается, что когда ты говоришь те неосторожные слова, то избавляясь от этих негативных эмоций, ты можешь передать их другому, то есть, как-то его ранить, и тем самым ваши с ним отношения могут ухудшиться. И самоанализ поможет понять вообще, откуда возникли эти эмоции, что сделать, чтобы решить данный вопрос. И когда уже в следующий раз на пределе этих эмоций у нас будет шанс сказать не меня от тебя тошнит, а сказать ты говоришь слишком грубо, или же говори, пожалуйста, тише. И тем самым решая этот вопрос, условно открывается дверь, в которую вы уже можете с ним вместе входить уже без раздора. Да. Спасибо, Аня, за ваше мнение. Алена, пожалуйста. Хорошо, смотрите, мы говорим о таких словах, которые грубо говоря на втором месте. На первом это, допустим, самые идеальные слова, к которым мы стремимся, а на третьем мы не учли мат. То есть многие люди матерятся. Как им быть? Как им перейти на вторую, не говоря уже о первой стадии? Очень актуальный вопрос. Я думаю, попробуем с ним разобраться в следующий раз. Спасибо, друзья, за ваше мнение, которое мы сегодня делились. Дорогие друзья, после той темы, которая сегодня была у нас, я предлагаю каждому желающему поучаствовать в небольшом эксперименте. А что, если мы ровно на сутки постараемся заблокировать все слова, которые имеют негативный оттенок или негативное содержание в нашей жизни? То есть на протяжении суток не говорить никакого негативного слова ни себе, ни другому человеку, будь то придирка, будь то замечание, будь то критика, будь то слова сетования или о том, как все плохо, и понаблюдать, насколько нам легко обходиться без этих слов или наоборот, может быть, мы своей жизни без этих слов не представляем. Этот эксперимент нужен нам для того, чтобы понять, сколь велика или, может быть, вообще невелика проблема под названием язык и то, что он произносит. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова